Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами говорить о таком дереве и на нём вот такой плод. Интересное дерево. Оно растёт не в регионах России и стран СНГ, а это растение растёт в тропических странах, но культивируются уже в другие страны. Итак, по порядку. Это растение называется дерево Чаульмугра. Значит, и по порядку пользы и вред, и немного истории. Но она может называться в тех странах по другим названиям. Вам это особо не усугубляйте себя этими названиями такими. Вот Чаульмугра, который там называется, она колмогора называется, тропическое вечно зелёное дерево, вечно зелёное дерево, с жёлтыми цветками. И вот из этих семян, из этих семян этого растения изготавливают масло и применяется в медицинских и косметических целях, антисептическое и противовоспалительное, обезболивающее и другие полезные свойства. Сейчас мы их разберём, эти свойства. Значит, обезболивающее свойство. Экстракт Чаульмугры является активным компонентом многих даже лекарственных препаратов. В частности, вот такой лекарственный препарат, это не реклама. Я даю информацию. Препарат называется Мугрол. Значит, там находится такая кислота, Хаульмугровая кислота для лечения, применения, значит, турберкулёза, трахомы. То есть, в этих препаратах вы можете вот это вот, вот это название этого дерева, Чаульмугра, вот сейчас растение. Применяется при варикожной вене, грибковой и кожной заболевании, или чесотку. Также это масло из этого вот ореха, семян, я его ореха зову, ну, такое зёрнышко. А применяется при, масло это при ревматических болях, артритах, артрозах. И люди, которые бывают в этих странах, да сейчас всё можно заказать. Масло Чаульмугра, то есть, даже это масло применяется для зажрёвания рана, ожогов, противокусов и насекомых. Кто бывает в этих тропических странах, но сейчас она уже культивируется в странах Азии. Так что, можете приближать это эфирное масло Чаульмугры. Вот с этой вот, там находятся вот эти вот кислоты, которые я сейчас назвала эфирные кислоты. Так что, вот такие вот, значит, непереносимость, детям только очень противопоказано, не нужно, потому что аллергическая реакция может происходить. Но это я попозже, значит, противопоказания скажу. Итак, значит, историю я вам рассказала. Значит, семена. Вот я хотела вам показать, что вот эта семечка, и оно, как лесной орехшек. Коричнево-красный, но он такой мысленичный. Даже вы не представляете. И растение цветет весной, и плоды образуются в конце, естественно, летом. Так, и как я уже сказала, оно культивируется. Это Чаульмугра на юго-восточной Азии, западная часть Африки. Так что, в Таиланде вы можете встретить это растение. Цейлония. То есть, люди, которые отдыхают в этих странах, можете приобретать вот это сырье. То есть, масло в засушенном виде можете использовать там, приобрести. Значит, используемыми части Чаульмугры являются плоды и семена, из которых производятся путем, в общем, получается, лечебные жирные и эфирные масла. Такие с едким вкусом. Значит, созревание плодов из этой мякоти, очищая кожуру, и семян делают вот это масло. Значит, химический состав. В семенах растения содержат 38% жирного масла. В составе масла большого количества ароматических жирных кислот. Чаульмугараловая кислота, гидрокарполовая кислота, пальмитовая кислота, горликовая кислота. Не во всех маслах можно ее встретить. Меристиновая кислота. Вот в меристиновой тоже самое. Олеиновая кислота. Линоиловая кислота. Посмотрите, сколько кислот. Уксусная кислота. Глицерин, фитостерин, терпины, лимонен, мерцен, сабин, циклопентал и гексанал. Так что, видите, сколько здесь кислот. Очень-очень много кислот. И процентное соотношение достаточно большое. Каждой кислоты. Ну, не всех кислот, естественно. Линолевые, поменьше и так далее. Значит, фармологические свойства. Чаол-мугры. В основном входит в состав вот эти вот такие слоты. И клинические исследования семян жирного масла приводили в этих странах еще в прошлых веках. И выявили антисептические свойства этого растения. Чаол-мугры. И оно призвано эффективным лечебным средством против возбудителей. Проказа кислоустойчивых бактерий. Даже, видите, активные вещества. То есть, именно растения способны задерживать рост вот этих туберкулезных палочек. Доказано, что масса растения из чаол-мугры чувствительные к паразитическим гриппам. Грипп такой. Вызывает у кого дерматиктозы, стопы и ногти, и ног. Значит, применим в народной медицине эфирные масла и жирные масла. Экстракт растения широко применяется в народной медицине. Масло традиционно обладает болеутоляющими, противовоспалительными свойствами. Чаол-мугры отлично снимает головную боль. Даже при декуляции, я вам уже сказала, артрозах, артритах. Вот это масло. Вот из этого семечка можно мазать при артротах артриса. Масло оказывает, значит, какое действие? Успокаивающее. Помогает при неврозах, депрессии. Даже применяется масло растения для быстрого заживления. А при депрессии это, естественно, ароматерапия. Ожоги. Я вот перед этим перечислила выше, сколько масла и вот раны, изображают язвы и ожоги. Масло эффективно при таких заболеваниях, как гсим, псориазе, чесотки, но очень грибковые заболевания. Выше я сказала о ногтях и стопах. Значит, при укусах насекомых, как я уже сказала, там находится уксусная кислота. А уксусная кислота, она, когда укусит вас кто-то такое, то уксусная кислота, можно даже просто уксусом, разведенным с водичкой, чтобы не обжечь, помазать, и она не так будет гореть. Ну, это так, отступление. Значит, так что, вот немного историческое отступление. То есть жители Индии очень давным-давно применяли вот это растение чалмугры. Вот эти в джунках жили, как кто живет, они применяли его, как вот, значит, народное средство. Этим, это семя, и она их вылечивала от бактериальной всяких этих вот. Ну и противопоказания, естественно, это индивидуальная непереносимость и аллергическая реакция. Но все, нужно консультироваться с лечащим доктором, прежде чем применять это масло, масло из этого дерева чалмугра. Так что я донесла до вас информацию такую, что есть такое дерево чалмугра, и многие люди наших стран посещают эти страны и видят это дерево. И вы уже будете знать, например, если у вас какая-то там ранка-то образовалась, масло, пожалуйста, приобретайте это масло. Или можете заказать через сеть интернет масло Чаульмугры. Очень полезное масло, но ее нужно применять с осторожностью, друзья. Консультируйтесь, не забывайте о народных средствах, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Берегите себя и пользуйтесь народным средством. Никто вам не поможет себе самому, никто не поможет вам, как вы себе сами, друзья. Берегите себя, до новых встреч, пока-пока, пользуйтесь народными средствами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok